Привет, друзья! У меня учителя, на плечах которых я стою, это, конечно, Чиксен Михаил, который написал о потоке. Можете в интернете набрать поток Чиксен Михаил. Это выдающийся психолог современности. Но там посмотрите и поймёте, почему я считаю, что одним из таких столпов сегодняшней психологии является Чиксен Михаил. Я об этом говорил много раз. И в книге, которая сейчас вышла, о Чиксен Михаил несколько раз есть указания. Это очень хорошо. Моими учителями также являются, например, Павлов, академик Павлов. Это крупнейший физиолог наш отечественный. Также является Бехтерев, внучку, которую я знал, директора Института экспериментальной и клинической медицины Наталья Петровна Бехтерева. Мы с ней общались. Здесь я там в институте Ленинград ездил и проводил исследования, когда у эпилепсиков, у которых были уже вживлены в мозг электроды, которым предстояла операция по нейтрализации очага эпилептического, Я их обучал, эту группу обучал тому, что они по методу ключ вызывали у себя состояние облегчения, эфории, депрессии по заданиям врачей, экспериментаторов в этот момент. Это в лаборатории Камбаровой деляры Курбановны, профессора. Я с ней работал, она меня туда привела. И такой большой отчет выдали такой научный, значит, о том, что при использовании метода ключ внутри глубин мозга Через эти электроды писались такие мощные разряды электрических колебаний, как иногда при прямой электростимуляции мозга. Моими учителями был, например, ну это не все люди, которые жили при мне, или, допустим, они учили меня непосредственно. Нет, которых я считаю в мире моими учителями, на плечах которых я стою. Узнадзе. Узнадзе, которые теория установки психологической. Конечно, узнадзе. Как можно без узнадзе вообще? Ну, есть учителя, которые я могу сказать, что вот мои учителя. Ну, наверное, у каждого человека, если он вспомнит вехи в своей жизни ключевые, с кем он когда столкнулся, после чего у него происходило озарение, после чего происходило большее развитие личности. Да, ну вот такой вот учитель у каждого есть. Может, это школьный учитель, который открыл вам любовь к географии или к физике, именно тем, как он вам это преподавал, как он входил в какое-то такое состояние вдохновения, когда рассказывал об этом. И вы тоже вот-вот-вот потрясённые, живя этим в этот момент, любили эту географию. Или там иностранного языка. Ну, люди же, они разные. И у каждого человека есть свой учитель. Ну, был такой период жизни у меня, когда я общался с Министерством образования, ну, нашей страны любимой. И там Галина Николаевна Тростанецкая, начальник управления подросткового такого. Такая необыкновенная, Галина Николаевна, я до сих пор помню, потому что я давно не виделся, не знаю, как сейчас, где. Она меня как-то привела, познакомила к замминистру образования, Осмолову. Ну, это известный психолог и так далее, и так далее, и так далее. И она про меня хорошие слова сказала ему. Ну, познакомила, он меня принял и сразу задал вопрос, из какой вы школы? А я не понимал. Я не понимал, что он имеет в виду. А я был автор нового направления, новой науки, так сказать, науки саморегуляции. У меня уже были изданные книжки. Да, я сказал, я ни из какой ни школы. Он говорит, так не бывает. Ну, что же, я тогда не понял, и потом меня это обидело, потому что Галина Николаевна Торстанецкая привела меня познакомить, чтобы мы могли с ним разговаривать на высоком уровне. А он говорит, из какой вы школы? Конечно, я не понял, потому что у меня сработал рефлекс самоутверждения. Комплекс сработал. Я сказал, что я ни из какой ни школы, я сам по себе, то есть я создал что-то. Я это имел в виду. А он по своей, так сказать, формальности не понимал, почему я так ответил. Ну, как же, возник, должен был возникнуть какой-то диссонанс у него, чтобы он подумал, если начальник управления по подросткому, там, этому проблемам уважаемое, приводит чек и говорит, что он у нас такой вот талантом и так далее. Уже можно было, к моим словам, что я ни в какой ни школе. Ну, как-то, если выдаешься психолог, ну, как-то все-таки проглядись, в чем тут не то. И задай еще какие-то вопросы. А он сказал, такого не бывает, и мы на этом закончили разговор, и с тех пор я его и не видел. Да. И не знаю, иногда встречал в интернете Осмолова, который говорил на высокие темы. Да. Ну, не знаю, может, он хороший парень, но у нас тогда вот из-за этого не случилось. Взаимодействие. А может, это и хорошо. А может, плохо, не знаю. Задним числом трудно определить. Так вот, сейчас Константин Михайлов наш, участник нашей школы Homo Futurus, которая, вообще-то, школа человек будущего, школа творца, школа человечности, выпустил ролик. Я посмотрел ночью. Я очень благодарен Константину Михайлову. Прямо могу сказать. Потому что он в своем квадрате уверенности, или уверенность в квадрате, выразил эту мысль. Осознал, сформулировал, и нашел слова, образы, выразить. Так емко, так доступно, так понятно должно быть для каждого, кроме как для людей, которые не поняли. Потому что я там читаю комменты, кто-то пишет, не сотвори себе кумира, или еще что-то такое. Там не об этом. Я поэтому это сейчас и рассказываю. Там не о кумирстве, и не о кумирах. Там о том, что у нас у всех есть какие-то учителя в жизни, и очные, и заочные. У меня учитель еще есть. Это Пушкин. Это Лермонтов. Это Толстой. Лев Николаевич Толстой, которого я безумно уважаю. Это вот те гиганты, те учителя, на плечах которых я стою. И Константин Михайлов об этом говорит, что у каждого есть свои учителя. Он это сформулировал, осознал то, что мы и сами знали всегда, и понимали всегда, но вот так концентрированно не выражали. Он сказал, что это квадрат уверенности. Уверенность в квадрате. И сопоставил это с черным квадратом Малевича, который всегда вызывает философские дискуссии, потому что черный квадрат Малевича – это не живопись, это философия. Это тупик, об котором спотыкаются люди и задумываются, что Малевич имел в виду, когда он имел, вот этот квадрат нарисовал, как икона там вот у него на выставке была. Неизвестность, неопределенность, тупик. Это состояние, когда дальше что, как, что-то должно открыться. вот неуверенность, загадка, непонятность, черный квадрат или конец чему-то, или, может быть, из этой точки откроется что-то новое. И уверенность в квадрате Константина Михайлова. Вот они, уверенность, оказывается, у нас. она жизнится на нашей памяти в благодарности нашим учителям, которые, повторяюсь, есть, могут быть физически нами доступны, а может быть, это яблоко, которое упало на Ньютона, а может быть, это ванна, в которой лежал Архимед, и он почувствовал, Эврика, и открыл теорию там какую-то. Это все учителя, как в Индии говорили, в какой-то пословице я читал, и муравей может быть учителем, когда ты готов, когда ты созрел, и муравей может быть учителем. Да, гуру может быть, все, и таракан, и птица, и крыша над головой, и яблоки, которые падают. И вот этот ручеек в ванной, который крутится, да, я-то думал, раньше он крутится в одну сторону, потому что большая толща воды пытается вытечь, и поэтому единственный способ быстрее вытечь большой толщи воды и закрутиться. Да, и вот в другой раз я взял такую штучку, как солонка, а там зубочистки. И вот так делаешь, и они так становятся, вот вы попробуете, вот так вот сделайте, палочки какие-то вот плотно стоят, вот так сделайте, разрыхлятся они, и они принимают такую, видите, наобразную форму, тоже, как ванные ручейки. Интересно, правда? То есть все стремится к оптимизации. И вот Константин Михайлов сделал шедевр. В том смысле, что он ту мысль, которая подсознательна всегда есть, и мы всегда говорили, мы благодарим наших учителей, и вот в первую очередь Осмолов спросил, из какой у школы, кто учителя, я сказал нет, я сказал, из чувства самоутверждения, потому что был молоденький. Я не знал просто этот формальный, он говорил на формальном языке. Если бы по-человечески мы бы сели, разговаривали, и он бы мне сказал, из какой школы, я бы сказал, ни с какой, он бы меня спросил, а что ты имеешь в виду, что ни с какой, разве бывает такое, кого ты уважаешь, из специалистов, я бы ответил, мы бы раскрылись друг к другу. Он формально подошел, а я из-за инстинкта самоутверждения отреагировал, точно так же, как кометок сейчас отреагировали те, которые не сотворили кумира, взяли из другой области совсем сюда самоутверждение. Самоутверждение, еще не влитие, о чем речь идет. Уже реакцию самоутверждения. Почему? Потому что тот, кто это пишет, тоже считает себя невероятно большим. И вдруг ему предлагается, что кто-то может быть учителем, да какой он учитель, я сам такой, как я, как я был, когда был молоденький. Понятно, да? Вот у кого-то есть потенциал, он чувствует, что он исключительный. Да. Ну, некоторые люди оправдывают этот потенциал, вырастают до своего потенциала, если условно говоря, так можно выразиться, остаются. А некоторые так и остаются. Поэтому я хочу, чтобы мы все выросли. Ну, я-то взрослый уже, поэтому я имею право, так сказать, по своему опыту поделиться. А вы имеете право не согласиться. Это ваше дело. У каждого свои учителя. Может быть, у кого-то мама, у кого-то папа, у кого-то старший брат, у кого-то дядя. Да. У меня дедушка тоже был. Моим учителем он был добрый, при этом большой труженик. У него даже был орден Красного Трудового Знамени. И при этом он говорил бабушке, которая заставляла нас детей работать, корову пасти, травы куром нарвать. Он говорил, бабушке, дай детям играть в детстве. При этом большой труженик сам. Поэтому я потом в книжке писал первый. И поэтому я благодарен дедушке, благодарен бабушке, потому что дедушка нас научил любви и свободе, а бабушка научила нас труду. Вот как здорово, да? Надо просто всем воздать должное, как говорится. И поэтому, поскольку учительным может быть и облачко, и вообще дуновение ветра, которое вам помогает жить, поэтому мы обычно говорим «Слава Богу». Все птицы, все голоса поют Богу. Ну, в большой природе, которая нам большой учитель. А наша школа, человек будущего, Homo futurus, школа творца, школа человечности. и Константин Михайлов сейчас сказал просто, понятно и ясно, что против неопределенности есть большая определенность. Это абсолютная уверенность, уверенность в квадрате. Это опора на то, на чем ты стоишь. Да, друзья. Пишите комменты, может вам понравилось то, что я говорю, может не понравилось. Но Константин Михайлов, ради которого я делаю этот ролик, и ради того, что он по существу сделал знамя для нашей школы, школы «Человек будущего» Homo futurus, «Открою в себе творца», она как раз-таки вот это то, что сказал Константин Михайлов, это просто потрясающе, то, что он сказал. Я бы хотел пригласить вас поздравить нашего Константина Михайлова с таким откровением, с таким успехом, потому что в свое время он сделал пояс мечты, сделал много изобретений, тени. Это пример нашей школы, это как раз-таки участник нашей школы. Он олицетворяет нашу школу и в этой книге он есть. В этой книге он есть и в прошлой книге он есть, ей-богу, и в прошлой книге, потому что у нас здесь такие участники. У нас здесь такие участники, которые делают такие шедевры. Да, мы все художники, мы все писатели, мы все спортсмены, мы все чемпионы, у нас есть там такие чемпионы, вы посмотрите сайт Хасай.ру, который ведет Федор Макаров наш, и там есть книга чемпионов, кажется, называется. И там у нас есть самые сильные люди, и там у нас самые, которые под водой, вообще без воздуха, минутами, чемпионы многократных, чемпионы мира, очень многие, каждый из нас как раз-таки творец. И мы занимаемся тем, что мы наших учителей уважаем, кумиров мы не создаем, потому что великий Альшуллер, который создал школу Трис, как раз-таки он говорил найти в себе состояние, когда у тебя нет авторитетов. Да, а мы как раз это состояние находим с помощью нуля, выход на ноль, задать себе задачу, выход, как делает Константин Михайлов, и создаёт изобретение. И я так делаю, создаю изобретение, контент, и могу расширять свои возможности, до живописи, книги пишу и так далее. И вот, пожалуйста, давайте его поздравим. Спасибо, друзья. До встречи. До встречи.